Но потерять, и владельцем которого могут стать только животные. Речь идет о микрочипе, в котором содержатся данные не только о самом питомце, но и о его хозяине, прививках, вакцинации и многом другом. В мире чипировано более полумиллиарда животных, и данная цифра от года к году будет только увеличиваться. Сегодня электронная идентификация животных доступна и в Наринмаре. Такая услуга появилась в окружной ветеринарной станции. О преимуществах чипирования в следующем сюжете. Наталья – владелица прелестной жужи. Рыжий шпиц, как всегда, активен и жизнерадостен, поднимает настроение и смешит свою хозяйку. Оставить его в Наринмаре, а самой уехать в отпуск – таких мыслей Наталья даже не допускала, поэтому решила взять его с собой. Билеты в Европу куплены, питомец чипирован, можно спокойно ехать за границу. Во всех странах, во всех городах, уже в аэропортах проверяют всегда собаку на принадлежность какому-то их хозяину и вообще по документации. Самое основное, что мы хотим выезжать за границу, а за границу без чипа собаку не пускают, проверяют на границах. По совету Натальи, чипирование своей собаки сделала и ее подруга. Ведь на сегодняшний день это один из самых гуманных и недорогих способов клеймения животных. В ветеринарной станции услуга чипирования животных – от кошек и собак до рептилий – появилась в начале лета, накануне сезона отпусков. Сама процедура совсем проста и занимает не больше минуты. С помощью обычной инъекции в тело животного чаще всего в зону лопатки вводят микрочип. Вот он. Вот так руку поставьте. Наверное, так. Представляется себя капсула из стекла либо керамики. Она бессовместима с кожей животного. То есть приведение не будет торгаться. Через 5 дней зарастет с зеленой тканной капсулой, не сдвинется. И, в общем, всю жизнь при животном будет оставаться подкожным. Для распознавания животного применяется сканер. Он есть в каждой ветеринарной станции, где проводят чипирование. Устройство подносят к животному и считывают идентификационный 15-значный номер. Эти номера вносят в единую по всей России базу данных. Туда же вносят информацию о питомце и его владельце. В основном включают информацию по животному. Это порода, вид, пол, возраст, кличку. И данные владельца – это номер телефона, адрес почтовый, фамилия, имя, отчество владельца. Можно включить паспортные данные и любую другую дополнительную информацию. Допустим, фото животного. При оформлении каких-то таможенных документов значительно облегчает всю процедуру. Любой сотрудник может залезть в эту банку данных и взять нужные сведения. Допустим, о вакцинации, о происхождении животного, о месте, где это животное находилось до транспортировки. Преимущества электронного паспорта питомца успели оценить пока только 8 нариенмарцев. Однако, чипирование при множестве плюсов не имеет минусов. Идентифицировать можно любого питомца. Вне зависимости от возраста, пола, породы и размера. Обязательное условие – животное должно быть привито. С таким документом питомцу не страшно потеряться и путешествовать вместе с хозяином.